Они не хотят всем рекордам дать свои звонкие имена. Эти люди просто делают свою работу и делают ее хорошо. Секретов популярности музея-заповедника Горки-Ленинские очень много. И один из главных, что уже более ста лет, личность вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина по-прежнему привлекает самое пристальное внимание. А сотрудники музея-заповедника находят все новые и новые неизвестные страницы его жизни. Мы действительно исходим из того, что мы не знаем Ленина. Точнее, мы знаем его как политика, как человека, который написал много интересных трудов, но мы очень мало знаем про него, про его семью, вот именно в человеческом смысле, в бытовом смысле. Конечно, хочется вернуть, ну как бы запомнить эту лакуну этими выставками, тем более, что именно эта тема интересна огромному количеству наших посетителей. В конце 2021 года количество посетителей музея-заповедника Горки-Ленинские достигло исторического максимума в постсоветский период и составило более 200 тысяч человек. Во многом это стало возможным благодаря принципу многопрофильности, когда параллельно развиваются и музейное дело, и направление массового событийного туризма. То есть, если человек приехал в музей, он обнаруживает, что здесь происходят какие-то мероприятия, посещает их. Либо же человек приезжает сюда на какие-то событийные мероприятия, видит музеи, видит выставки и тоже посещает их. Вот такой симбиоз, он и позволяет нам достигнуть вот таких, ну, будем говорить, ну, приятных для нас результатов. На международный фестиваль «Джазовые сезоны» съезжается публика со всей страны, привлекает туристов и большое количество музейных и интерактивных программ. Интересные события, такие как Масленица в Горках, фестиваль-конкурс «Хоровод хоров», праздник «Сена», «День топора», «Шапка-фест». Каждый музей должен развиваться. Я хочу сказать, что вот, на мой взгляд, музей-заповедник Горки Ленинский, по крайней мере, среди политических музеев России, ну, условно политических, да, его динамика, ну, наиболее впечатляет. Конечно, это требует и от менеджмента музея, и от научных сотрудников большой работы. Эта работа ведется постоянно в различных архивах, на научных конференциях, в общениях с коллегами. Иногда интереснейшие открытия и появление новых экспонатов происходит по чистой случайности. Наш научный сотрудник в интернете на одном из сайтов, которые торгуют вот подобными родопроизведениями, нашел объявление о том, что продаются старые открытки. Посмотрев на них, увидев подписи, ну, мы, честно говоря, поначалу не поверили, что это может быть. Но потом, после встречи с коллекционером, после проведения экспертизы, было установлено, что это действительно подлинные открытки дочерей Зинаиды Морозовой и самой Морозовой, причем на двух находятся подлинные автографы самой Зинаиды. В настоящий момент на территории музея-заповедника работает 22 выставки. Три из них расположены вне музея, семь постоянных и 12 переменных. Каждый из них – результат работы огромного количества людей. И впереди нас ждет много интересного. Результаты. Мы получили в свои руки огромное количество документов, связанных и с историей советского времени, и с историческими какими-то событиями, связанными с 20-ми годами, которых раньше не было. Ну и в частности, мы много говорили о нашем уникальном ЭПЛе в экспозиции научно-культурного центра. Именно сейчас мы получили совершенно новый массив документов, не опубликованных, которые мы изучаем и уже в текущем году рассчитываем представить публике результаты наших исследований. Но, наверное, самый главный секрет популярности музея-заповедника Горки-Ленинский – это его коллектив, который влюблен в свою работу и каждый день трудится над тем, чтобы превратить посещение музея в увлекательное путешествие в историю российского государства. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.